Долетели хорошо, разместились, никаких проблем нету, поэтому с точки зрения восстановления все прошло хорошо, поэтому самое главное сейчас восстановление после дороги, ну а так, конечно, подходим в хорошем настроении, в любом случае результат первого матча он не критический, поэтому будем стараться все сделать для того, чтобы по сумме двух матчей все-таки в этом противостоянии навязать свою борьбу и постараться пройти дальше. Отлично, я думаю, что не только я, но вся команда, настроение хорошее, поэтому одно слово, отлично просто. Газон отличный, за 16 лет стадион не изменился, я был на этом стадионе в 2008 году, поэтому отличная атмосфера, воспоминания хорошие. Газон хорошего качества, достаточно быстрый, ребята сейчас почувствовали на предыгровой тренировке немножко и мячи соперника, и газон, поэтому все для того, чтобы играть в хороший футбол. Счет 1-0, но мы хорошо играли, но все видели, и мы тоже на себя уверены, и лично я и команда тоже, думаю, что есть очень хороший шанс, надо просто, ну стараюсь забыть гол, и я думаю, что шанс очень хорошо будет. По итогам первого матча познакомиться с командой, вот, так скажем, в игровом режиме, да, то, что мы и сделали, в принципе. Ничего не изменилось за эту неделю, все то же самое остается, команда достаточно быстро работает с мячом, есть хорошая группа атаки, вот, ну и можно с уверенностью сказать о том, что в домашнем матче Андерлехт при своих зрителях, конечно, еще добавит, вот, самое главное нам быть готовым к тому, чтобы даже по сравнению с первым матчем добавить еще и как в организации игры, так и в интенсивности единоборств, так же интенсивности перемещений, поэтому с точки зрения вот этих моментов нам надо быть готовым. Я думаю, что любой команде, любым футболистам, которые на этом уровне играют в плей-офф лиги Европы, очень приятно играть на хороших стадионах, и при полной аудитории, даже не важно то, что мы играем на выезде, понятно, что соперник будет при своих зрителях играть, наверное, их это дополнительный козырь, но в то же время мы не так часто играем в такой атмосфере футбольной, да, поэтому завтра будет та атмосфера, которая позволит нам, скажем, ощущать себя в хорошем, в хорошем таком игровом тонусе и ощущать, что здесь праздник футбола. В футбол всегда лучше, когда есть фанат много, поэтому, ну, для футбола это очень хорошо, но для нас это чуть-чуть минус, поэтому мы прекрасно понимаем, как сильный фанат могу помочь команде, поэтому для футбола, но для нас это чуть-чуть минус, но все равно не факт, как я уже сказал. Ну, я готов еще повторить, еще раз, организация коллективных действий в работе без мяча, потому что соперник, еще раз говорю, наверное, будет трудновато нам забрать мяч у них под контроль, вот, то есть нам надо действовать, предложить своих контраргументов, контратакующих действиях преуспевать, вот, то, что у соперника есть пробелы в обороне, мы это увидели в первом матче, я уверен, что они тоже за неделю с нами познакомились и в какой-то степени будут понимать, что им надо построже сыграть в обороне, но это их вопрос, и наша цель, опять-таки, искать пространство свободное, которое появится для того, чтобы предложить свои контраргументы, ну, и, конечно, стандартные положения, как у своих ворот в организации надо сработать, потому что у соперника достаточно много домашних заготовок с розыгрышами, с прямыми подачами, ну, и свои козыри тоже надо на стандартных положениях реализовывать. У нас очень сильный тренер, который, ну, ментально, он вообще супер, поэтому, я думаю, это ментальный аспект завтра, потому что мы играем тут, ну, это дом Андалет, фанат будет, здесь 25 людей, поэтому, я думаю, самое главное завтра будет ментально. У нас в первой игре есть много моментов, которые могли бить гол, поэтому, если завтра дать много, сколько моментов, ну, стараюсь, как мы можем забыть гол, надо два или три, ну, три будут лучше, ну, первый надо первый гол, второй, посмотрю, если будет три.